Сегодня мы с вами поговорим о масс-спектрометрической визуализации. И понятно, что прежде всего нам нужно будет с вами обсудить, а зачем нам еще один метод. Метод дорогой, метод не очень хорошо повторяемый, имеющий свои недостатки, его нельзя назвать рутинным, но тем не менее имеющий некоторые достоинства, которые другие методы нам предоставить не могут. Для этого нам придется немножечко, буквально в двух слайдах, поговорить о принципе самой масс-спектрометрии. Нам нужно будет поговорить об одном из вариантов визуализации, наиболее часто сейчас используем, это малодевизуализация. И нам нужно будет поговорить о типах соединений, которые в принципе можно визуализировать при помощи этого метода. Давайте начнем с объяснения, зачем нам еще один метод в биологии, тем более такой сложный, Дело в том, что у нас есть две группы методов. Одна группа методов дает очень хорошее микроскопическое разрешение, но имеет ограничения, потому что вы с вами увидите. Вторая группа методов молекулярно-биологических позволяет нам разобраться с тем, что у нас там находится, какие белки, какие метаболиты, идентифицировать их, но для этого нужно вырезать какой-то небольшой участок нашей ткани. И разрешение, понятно, ограничивается возможностью маленький участок вырезать и количеством вещества, которые в этом участке у нас находятся, достаточно ли его для анализа. Поэтому для того, чтобы иметь хорошее разрешение в первой группе методов, у нас есть прежде всего методы микроскопические. Иммуногистохимия, иммунокурсисценция. Ограничение этих методов хорошо понятно. Нам нужно, во-первых, заранее знать, какое соединение мы с вами ищем. То есть нам нужны антитела к этому соединению, их нужно где-то наработать. И второе, мы не можем работать с некоторыми группами веществ. Например, не на все вещества можно выводить антитела. К примеру, если мы говорим о каких-то липидах, то в случае, если у них нету каких-то особенностей водорастворимой части, понятно, антитела проникнут и распознать их тоже. Дальше. Если, например, у нас вещество водорастворимое очень сильно, то возникает вопрос тогда в пробоподготовке. Нам нужна какая-то фиксация, которая его в ткани сможет удержать. Например, делать ту же самую иммунокурсисценцию, где-то еще в водных растворах происходит. Это вещество просто-напросто вымывается из нашего образца. Ну, понятно, никакой. У нас есть еще одна группа методов, тоже микроскопических. Это стандартные гистологические препараты, то, что называется гистохимия, гистологические окраски. Например, такие окраски могут выявить нам вещества, которые обладают кислореакцией или щелочной реакцией. Эти методы могут позволить нам, например, увидеть все липидные включения. Но мы никогда не сможем этими методами распознать, а что именно липиды у нас там, какие группы. Или что именно за набор, например, с более щелочной реакцией, которые у нас окрасились, например, иозином, красенником наших клеток. Ну и последняя группа методов, тоже микроскопических, которые у нас есть, это возможность работы с некоторыми метаболитами этого вещества. Идея здесь очень простая. Это, в принципе, методы авторадиографии относятся. И мы можем для нашего растения или другого исследуемого объекта использовать вещества, меченные изотопами. И после того, как произошло некоторое время, когда эти вещества начали метаболизироваться, можем, например, сделать срезы, пылить поверх этих срезов маленькую полночку какой-то эмульсии, например, с алями серебра, которая в тех местах, где произошел распад реактивного элемента, будет восстановлено металлическое серебро, и мы видим точечки. Это вот такие картинки. Я думаю, что на практике по гистологии вот такие картинки вы видели. Вот такие, видите, отдельные точечки. Это места, где такой метаболизм, в принципе, действительно был. Вот, например, здесь в ядрах. Здесь в ядрах. И так далее. Ну, и еще один метод, который условно можно отнести к этому методу, конечно, разрешение неусовершенно героскопическое, это позиционная эмиссионная термография. Она тоже позволяет, на следующий раз мы ее рассмотрим, говорить о метаболизме определенных веществ. Понятно. Вот весь набор методов, которые позволяют нам с высоким разрешением работать. Также у нас есть вторая группа методов, которые позволяют нам разобраться с тем, а что именно мы с вами изучаем, или работать с неизвестными нам веществами. То есть такие скриннинные методы. Можно отнести, да, на самом деле, практически в теклерную биологию, практически всю биохимию. Ну, например, мы можем взять какой-то участок нашего препарата и сделать гель-электрофорез. Одномерный, чтобы получить такое общее представление. Можем сделать двухмерный тогда. У нас гораздо больше получится разрешения по отдельным частям. Более того, можем сделать так называемый дайч, когда мы теперь можем сравнить два протеома и посмотреть, какие белки присутствуют в большем количестве в одной пробе, какие в другой пробе. Сравнить состояние каких-то тканей при разных воздействиях. Все более-менее понятно. Дальше у нас есть методы, такие как масс-спектрометрия, хроматография, которые позволяют разделить очень сложные смеси. Даже когда мы не знаем точные вещества, которые у нас присутствуют, примерно представляем себе хотя бы группу веществ. Понятно, что группы веществ обладают какими-то определенными схожими свойствами. И за счет этого свойства можем подготовку сделать определенную. В дальнейшем при помощи хроматографии по этому случающемуся этой группы эти соединения разделить. Ну и последнее, что мы можем, это детектировать некоторые из метаболитов. Нас могут интересовать при помощи диактивной метки, теперь уже в объеме, в живом ткане, при помощи хроматографии. Как видите, то, что объединяет эти методы, это первое достоинство. Методы могут работать действительно с очень большим набором веществ и в сложных смесях, но и минус. Разрешение этих методов, даже если мы говорим о эмиссионной томографии, картинку, которая здесь вот видна, разрешение этих методов, оно лучше, чем макроскопическое. Это 0 мм. И остается незаполненной, известным нам пока каким-то методом, промежуточное. Когда мы хотели бы получить с вами какое-то среднее хотя бы разрешение, конечно, в идеале микроскопическое, но не всегда возможно, назовем это мезоскопическое, десятки микрон. И иметь возможность получать вот такие либо скрининговые данные, когда мы просто хотим сравнить две ткани или два состояния организма или еще какой-то набор данных. И мы заранее не знаем, на самом деле, какими соединениями они различаются. Мы как раз хотим это установить. Кроме этого, в этом методе, о котором мы будем более подробно говорить, в некоторых случаях мы можем еще и идентифицировать это соединение. То есть не просто сказать, что различаются неким соединением с массой, не знаю, 680 дольтон. А мы можем, в принципе, во многих случаях, не всегда, конечно, попробовать даже сделать некую идентификацию и хотя бы высказать предположение, что за вещество могло бы под этой массой скрываться. И последнее. Мы можем сделать как минимум качественный анализ распределения этого вещества. Ну, а в некоторых случаях даже полуколичественный анализ по количеству данного аналита нас интересует, различающийся в тканях. И пример использования такого метода это, например, его для поиска соединений, на которые не получается выработать нормальные антитела. Вот такой вот липид интересный находится в коже и имеет отношение к так называемому стерильному воспалению, когда нету агента, но, по-разумению этого, соединение в более глубокие слои кожи воспалительная реакция. Понятно, что на обычном препарате ни методами обычной гистологии, ни методами иммунофересценции ничего от других липидов нам не отличить. С той стороны, масса этого вещества она известна. Нам известен класс этих веществ, нам известно, как это вещество будет себя вести в разных условиях получения данных с массовым спектрометром. И если мы пытаемся для каждой точки нашего препарата включить массовый спектр, то мы можем теперь на нем этот наш аналит найти. Более того, я дальше покажу, что у нас есть так называемые методы тандемной масс-спектрометрии, когда мы можем это вещество разбить на определенные фрагменты. И эти фрагменты, как отпечаток пальца, позволят нам сказать, что то, что мы наблюдаем, это именно это вещество, а не некое вещество со схожей массой. И, собственно говоря, вот именно все это, это и есть масс-спектрометическая визуализация. Возможность получать не просто информацию о аналитах, а возможность получать информацию о их распределении в двухмерном, иногда даже в трехмерном. Давайте чуть более подробно посмотрим, как все это работает. У нас есть некий аппарат, который мы взяли из большого блока, в тандемне, в рах мозга. Мы получили с вами срез определенным способом. И дальше, не вдаваясь пока в дальнейшие подробности, предположим, что для каждой точки нашего препарата мы можем получить у нас метрические данные в виде вот такой вот спектрограммы. Где по одной оси у нас будет интенсивность. Сколько у нас этого вещества? Конечно, косвенная оценка. Потом мы дальше поговорим, почему мы будем говорить, что это прямая оценка именно количества вещества. Но, скажем, косвенно оно все-таки свидетельствует о количестве вещества. А по этой оси масса в дальтонах. И если мы, например, смогли в целом эксперимента поставить так, чтобы у нас ионизировался только какой-то класс веществ, то есть, чтобы мы могли на этой масс-спектрограмме сказать, что здесь у нас только липиды, более того, это определенный класс липидов. То дальше, получив данные в массах, можем сказать, что мы хотим теперь включить изображение только для вот этой массы. Оно у нас будет. То есть, как распределена именно эта масса по нашему препарату. Понятно, что напрямую массу и соединения мы пока связать с вами не можем, потому что у нас может быть несколько соединений с похожей массой. И нам нужно либо очень высокое разрешение массам, чтобы различить, либо какие-то дополнительные уже экспериментальные хитрости, чтобы доказать, что это именно вещество. Как минимум, вот по массе мы можем сделать предположение. Можем точно так же сказать, что мы хотим посмотреть теперь распределение вот этой массы по препарату, следующих масс по препарату. И, как видите, даже для таких соединений, как липиды, есть некоторая разница, где именно эти соединения находятся. Какие-то из них в определенном слое коры только находятся, какие-то только в определенных структурах находятся и так далее. Понятно, что никакими методами получить такую информацию распределения с таким разрешением мы бы не могли. Здесь, конечно, масс-петримуторская визуализация это единственная возможность для чего ее еще можно применять. На самом деле, нам не всегда нужно даже знать, что за соединение. В некоторых случаях мы как раз хотим использовать такой скрининговый подход, узнать, а что же у нас различает. И пример, который можно привести, это, например, молекулярная гистология. Когда мы хотим посмотреть, чем у нас различаются разные ткани. Например, вот у нас есть в нашем очке у нас есть молекулярный слой, у нас есть свой монослой клеток Пуркинье. И мы хотим посмотреть, какими метаболитами или какими метаболитами или какие соединения мы взяли для рассмотрения эти части нашего препарата различаются. На самом деле, мы можем даже не идентифицировать их, а взять все спектры, которые относятся к телом вещества. Все спектры, относящиеся к этому слойу. И просто посмотреть разницу. Чисто статистический подход. У нас есть некая выборка. Пойдем теперь на ней для трех классов, которые мы разметили вручную. Посмотрите, а что между ними разного. У нас не очень интересно. Дальше можем найти теперь, что, скажем, есть различия в каком-то наборе каких-то пики. А как мы говорим, пики – это вещество или вещество. И теперь каждый из них окрасить своим цветом и получить такой препарат. Даже их не идентифицировали, мы не знаем, что это такое, например. Но посмотрите, мы получили с вами за счет их реализации действительно такую классификацию нашей ткани. Где еще это может применяться? На поиск каких-то биомаркеров. Например, если мы говорим о тканях, прожженных с перерождением, раковых тканях, то можем сравнить нормальную ткань, например, легких, и ткань, которая от разных пациентов где-то и увидеть, что здесь уменьшается, что здесь увеличивается, есть ли между ними какие-то похожие места или какая разница. И дальше теперь, зная, что есть, скажем, разница в таких массах, мы можем сказать, а что же это именно за соединения такие, которые вот в этой ткани поврежденной оказались гораздо в количестве. Ну, и это может дальше использоваться либо для диагностики, потому что, если мы наберем достаточную с вами говорить о том, что на эти вещества, скажем, различаются, диагностическим критерием, либо мы можем использовать это для идентификации этих веществ и для поиска того, как можно было бы имея вот такую разницу в метаболитах, на эти клетки воздействовать. Может быть, для клеток именно с этими метаболитами токсично. Мариант, что работает достаточно старый, это было 15 лет назад, сейчас это развивается уже гораздо более активно. И раз наша визуализация на спектрометическое такой интересный метод, возникает вопрос, а что именно мы пить, какие группы соединений. И тут все будет зависеть от того, каким образом мы будем наш препарат, во-первых, готовить, а во-вторых, каким образом мы будем наши соединения ионизировать. Ведь для того, чтобы мы могли дальше их, условно говоря, взвесить, пить массу в дальтонах, нам нужно иметь возможность как-то с нашим монолитом взаимодействовать. Если у нас некое нейтральное соединение без заряда, то ни магнитное поле на него воздействовать не будет. Разделить по массам мы, скорее всего, всегда первым этапом у нас будет ионизация нашего аналита, то есть нам необходимо, чтобы вещества, которые у нас в нашем препарате, которые мы хотим исследовать, получили заряд. То есть, например, мы можем оторвать или добавить электрон. Например, мы можем оторвать или добавить протон. Каким-то образом хотим наши вещества сделать заряженным. Дальше, если у нас есть некий заряженный ион, то мы с ним манипулировать и при помощи магнитного, и при помощи электрического пуля. И дальше мы управлять его траекторией, передавая ему какой-то определенный импульс, смотреть, насколько этот импульс отменит его скорость, или опять же движение, получать информацию о массе этого налитка. Таким вот непрямым способом. Словно, в этих провисах взвешивать каждый ион, который мы с вами получаем. На самом деле, как дальше увидеть, там чуть-чуть сложнее, потому что мы получаем информацию не о массе, например, а о соотношении массы к заряду. И не все из этих методов будут давать заряд в плюс или минус единичную. Некоторые методы будут давать гораздо сложнее. Второе. Раз мы говорим о методах ионизации, нам нужно каким-то образом наше вещество сделать заряженным, то, понятно, возникает сложность, как можно дать заряд молекуле таким образом, чтобы она при этом не развалилась на какие-то мелкие составные части. И вот здесь, на этом графике от фирмы Шимадзу представлены некоторые методы ионизации, которые применяются в биологии. Некоторые из этих методов, например, электронный удар, применяющийся в газовой геометрии, это очень жесткая ионизация. При ней, скорее всего, очень большое количество вашего аналита будет инфицировано, то есть развалится на части. Какие-то части будут нести зарядовых смыслов, какие-то части будут после такой фрагментации оставаться без заряда, их детектировать не получится. И такой вариант ионизации работает для достаточно малых молекул. 100 дельтон это в принципе можно делать. Но, опять же, в некоторых случаях мы получаем не только наш молекулярный ион, то есть наше вещество с каким-то зарядом, а набор фрагментов. Дальше у нас есть некоторое количество вариантов ионизации при помощи химической ионизации, при помощи ультракалетового света. Они могут быть применимы для некоторых классов. У нас есть возможность ионизации также очень жесткой, при том, что фрагментируется вещество филоплазмы до отдельных атомов. Мы можем в принципе с вами изучать пример элементный состав нашей ионизации, которые в биологии как раз наиболее интересны. Это так называемая MALDI-ионизация и электроспеллэй-рей ионизация. Мы о них подробнее поговорим. Но основные достоинства этих методов ионизации посмотрите. массы могут быть ионизованы. На самом деле, если бы я рисовал табличку, я бы сделал так. Потому что MALDI-ионизация с определенной матрицей может ионизировать вещества до 100 кг дольтона даже более. Поэтому в принципе нам бы ее поправить и в общем остается правильной. И оба этих методов ионизации и MALDI и электроспрей являются так называемыми мягкими. методами ионизации. То есть, они могут достаточно круто нашу биомолекулу заставить быть ионизированной без передачи избыточной энергии, без фрагментации. И мы можем увидеть массу этой молекулы, а не отдельных фрагментов. таким образом, если мы говорим о методе ионизации, индуктивно связанной плазме и масс спектрометрии, мы с вами можем смотреть распределение отдельных химических элементов, например, металлов, фосфора или еще чем-то нашему препарату. Понятно, что даже металлы являются важной частью определенных ферментов. В принципе, в распределении мы можем поговорить еще Дальше. Некие малые органические молекулы. Тривичные амины. Опять же, кто занимается мозгом, понятно, у нас многие медиаторы к ним относятся. Флавоноиды, терпены и так далее, если мы говорим о растениях. Сахара и фигасахариды тоже здесь в принципе все же самые дисахариды не себе важны. И многие-многие другие вещества, которые можно отнести к фолитам. Потому что быстро меняется в ответ на какие-то внешние воздействия. Опять же, к этим метаболитам можно отнести еще липиды, но я их выделяю отдельно, потому что сейчас появилось такое направление лет 8 назад назвали липидомикой, сейчас омик стал очень инвариант, это как раз липидов. И практически все классы липидов мы можем приправить различных изощрений нашей реализации. Малди либо электроспрей сида это очень часто используются, достаточно рутинные методы. Белки здесь есть несколько сложностей, поговорим почему не можем получить просто карту белка нашего препарата и почему в некоторых случаях применять. но в принципе в некоторых случаях это возможно. Олигосахариды понятно, что этот список можно продолжать, то есть количество различных классов веществ, которые мы можем использовать, оно достаточно большое. Давайте буквально на одном слайде попробуем сказать поверхностно массы спектра такое. Мы с вами говорили, что чтобы нам можно было условно взвесить наше вещество, наш аналит, включить массу молекулярного иона, нам необходимо прежде всего ионизировать наше вещество, то есть передать ему заряд какой-то, поднять какой-то заряд, либо передав или отняв протон, либо передав или отняв электрон, либо каким-то способом развалив наше вещество. Получить фрагменты с зарядом. И вариантов такой ионизации мы уже видели много. Вот здесь они перечислены. Для биологии, конечно, это MALDI, это электроспрей, это дези и другие варианты ионизации. Потому что в принципе остальные варианты ионизации достаточно жесткие, либо по-другому причинам для нас не очень подходят. И варианты ионизации для биологии хорошо подходят. Дальше мы ионизировали наше вещество, у него есть некий заряд зрительный и отрицательный. И если все это находится в вакууме, дальше при помощи магнитного поля мы можем разгонять и менять его траектору. Понятно, дальше мы можем разделить их по, но посмотрите, не массам, а соотношению масса заряд. почему? Дело в том, что ионизация может нашему аналиту передать, например, ряд 2+, или 3+, или больше. И понятно, что так как мы подействуем магнитно-электрического поля, подействовать оно будет именно согласно заряду, который будет аналит. И, например, если у нас есть одна и та же масса, скажем, 100 тольтон, но на ней, скажем, один заряд, то это будет возможность изменять траекторию такого иона на определенное количество, если говорим, о скорости или изменение траектории значений. Если у нас будет здесь не просто какой-то заряд, а два заряда, понятно, что нам будет легче управлять три заряда, далее и так далее. Поэтому, в принципе, мы можем говорить о соотношении вот этом mz, масса заряда. Вариантов разделения много. Время пролетное, квадрокопольное, ионная ловушка, орбит трэп, фре преобразование, магнитный сектор. И, в принципе, все эти варианты разделения, они используют. Я расскажу только о самом простом, своем время пролетном варианте. Остальные, если будет интересно, давать литературу литература. Ну и последнее. С вами каким-то образом наши ионы разделили, нам их нужно демонстрировать. Понятно, что увидеть ион в вакууме глазом мы не можем, нам нужен какой-то прибор, который позволит теперь перевести количество этих ионов в что-то измеряемого, в свет, в ток, в что-то, что можно дальше использовать для регистрации этого сигнала. Есть достаточно большое количество различных, опять же, детекторов, мультиканальная пластинка, некий аналог фотоэлектронного умножителя, только где вместо электронов, которые под воздействием света образуются, они образуются от удара вашего иона о специальную поверхность. Дальше точно так же движение включаете на выходе ток, согласно количеству ионов, которые на такую пластинку управляли. Вот возможность ваш ион заставить двигаться как циклотрон на нейтральной траектории и посчитать теперь частоту и так далее, и так далее, и так далее. Вариантов много. Ну, а теперь понятно, что мы можем по названию масс-спектрометра кое-что определить. Например, если у нас масс-спектрометр называется MALDI-TOF, понятно, что ионизация у него в MALDI, разделение ион в пролетное. Если у нас там какой-нибудь EZ-FT цикла, ну, понятно, мы тоже можем с вами вот по этому названию сказать, что это тип масс-спектрометра. И обратите внимание, пока мы с вами можем говорить только о возможности регистрации, если мы говорим о таком мягком варианте ионизации, как и про и MALDI, мы, по сути дела, получаем наш аналит некий целиком каким-то зарядом о регулярных ионизациях. Конечно, если мы будем использовать специальные условия, например, будем передавать ему при ионизации большую энергию, он может распаться на несколько фрагментов. В принципе, мы можем говорить уже что-то структуру вещества. Обычно пытаемся ионизировать так, без специальных методов получать минимальную фрагментацию минимально возможную при такой ионизации. Что мы можем сделать? На самом деле можем масс-спектрометр использовать два раза. Первый раз мы взяли какой-то наш аналит, какое-то вещество, которое нас интересует. Мы его ионизировали, разделили их, все вещества, которые ионизировались по массам, и, например, берем только вещество с массой 611 дальтон. Дальше. Но теперь вместо того, чтобы детектировать этот ион с этой массой при разделении знаем, что мы можем заставить его теперь фрагментироваться. Передать ему какую-то дополнительную энергию. Либо за счет столкновения с каким-то нейтральным заряженным газом, либо за счет каких-то взаимодействий заставить этот наш один большой валиться на составляющую часть фрагментироваться. И понятно, что каждое вещество фрагментировается немножко по-разному. Есть какие-то способы от ленина фрагменты, которые именно для этого вещества, именно для этих энергий дополнительной ионизации наиболее характерны. То есть такой отпечаток пальца. Каждое вещество будет иметь свою картину. Есть правила фрагментации. Не всегда мы можем, правда, знать и правила сказать, какие именно фрагменты мы получим. вероятностный процесс. Тем не менее, теперь мы можем разделить уже вот эти фрагменты по массам и получить на выходе самый отпечаток пальца нашего вещества. Например, был наш молекулярный ион, самый тяжелый, там те же самые 611 дальтон. Здесь у нас интенсивность. И вот мы получили набор фрагментов, из которых наш молекулярный ион состоит. Таким образом, такие варианты масс-спектрометрии называются тандемными. Почему? мы взяли один масс-спектрометр, за ним поставили второй масс-спектрометр, это тандем. И можем теперь не просто получить некий аналит с массой 611 дальтон, а можем пытаться его уже идентифицировать и сказать, что это не просто 611 дальтон, он имеет вот такой набор фрагментов и, имея этот набор фрагментов, можем сказать, что, скорее всего, это такое-то вещество. В некоторых случаях определенно, что это точно так же мы скажем, что у нас масс-спектрометр называется MALDI TOF. Понятно, что у нас два варианта здесь сейчас разделения по АММ на Z, это тандемный масс-спектрометр и ионизация у него вверх MALDI. Ну, и еще один вариант масс-спектрометрии, который для нас тоже интересен, это то, что, в принципе, мы можем организировать наш аналит, мы включить из него набор фрагментов, мы можем теперь только какой-то один фрагмент нас интересует взять и в некоторых спектрометрах это всегда возможно с определенными вариантами спектрометрии это возможно вернуть его вот сюда, разделить их теперь по массам, взять только его и фрагментировать на второй заход только вот этот фрагмент. Он распадется на маленькие части, которые мы теперь сможем здесь детектировать. и это будет называться многомерной или MSN масс-спектрометрия мы можем вещество вот так несколько раз фрагментировать и посмотреть уже фрагменты фрагментов. Ну, после мы чуть-чуть поговорили о таком кратком введении в масс-спектрометрию о возможности получения масс-спектра в монетулярных ионах о возможности фрагментации вещества и получения уже спектра фрагментов. Давайте теперь вернемся все-таки к визуализационной масс-спектрометрии и когда можем получать такую информацию для каждой точки нашего предприятия. Начнем мы с самого простого для объяснения метода. Это масс-спектрометрия, которая позволяет нам очень жестко ионизировать наш исходный образец, так что мы будем получать с вами отдельные химические элементы, которые будут внести на себе заряд. И дальше можем посмотреть теперь распределение этих элементов на нашем образце. Положим опять же срез. Может быть работа. Картинка взята. И мы можем посмотреть распределение железа, распределение фосфора, распределение углерода, распределение меди, цинка. Понятно, что медь, цинк, магний. Необходимы для работы некоторых ферментов. Понятно, что такие ферменты должны быть. Смотрите, мы получим такую карту распределения на срезе нашего мозга отдельных элементов. Как такая машинка работает? Положим, что у нас есть инвертированный микроскоп. Здесь у нас лежит наш препарат. И мы подаем через объектив на этот препарат достаточно мощный световой импульс припуске лазера, который достаточен для того, чтобы часть нашего препарата просто испарить. Это точка, и весь материал испарили. Дальше у нас есть возможность очень жестко ионизировать токарометру. Это так называемый спектр с индуктивно связанной плазмой, микроволновкой. И вы получаете на выходе термометра Теперь перед детекцией отдельные гонизированные атомы зарядом, которые теперь вы можете точно так же делить по массам и интенсивностям. Не зная вас масса и интенсивности, можете сказать, естественно, скажем, что это рот, это слезо, и далее атомы. Вот такие картинки теперь, так как для каждой точки вашего препарата вы сделали это. Понятно, что деление элементов это, конечно, интересно, но в биологии нас чаще всего интересуют большие достаточно молекулы, и поэтому самый часто используемый сейчас метод масс-спектрометической визуализации это малодевизуализация. Почему именно малоди и в чём прелесть? Дело в том, что при этой ионизации наш препарат нанесён на специальную подложку, например, металлическую или стеклянную, что проводило главное электричество в проводном. И теперь на этом препарате мы можем заставить ионизироваться только какую-то определённую одну тему. То есть мы покрываем наш препарат каким-то химическим веществом, который хорошо поглощает, например, в ультрафиолете. И дальше поместив наш препарат теперь в вакуум используем ультрафиолетовый лазер, чтобы этой точке препарата за счёт того, что на него висена эта матрица передать большое количество достаточно тепловой энергии. Наш препарат в этом месте немножко испаряется и испаряется он вместе с этой матрицей. Эта матрица ультрафиолетовая поглощает за счёт происходит десорбция. И дальше в газовой фазе происходит обмен между нашим аналитом и матрицей. И матрица либо отдаёт протон нашему аналиту, либо в некоторых случаях он отдаёт. то есть в принципе мы говорили, что у нас соотношение массы к заряду, но если заряд единички, то мы получаем практически сразу с вами массу. Нам не надо как дальше это всё преобразовать. Ну и теперь нам нужно будет поговорить о самом простом, на мой взгляд, для объяснения методе разделения масс. Это так называемый времяпролётный масс-спектр. Предположим, что здесь у нас с вами организовались отдельные ионы. Организация у нас прошла достаточно полная. Теперь мы на некоторое время на эти два электрода даём достаточно большое отрицательное напряжение. Что происходит с положительно заряженными нашими двигателями? Можно двигаться в эту сторону. Понятно, что импульс, который мы им передали, зависит от их заряда и только. Но теперь если мы посмотрим скорость, которую они будут иметь, то понятно, что зависит от нас. Заряд у них практически одинаковый. Вот масс. Понятно, что если мы будем толкать усилием, скажем, 1 кг в течение 1 секунды какой-нибудь маленький шарик, мы его не сильно разогнать. Или товарный вагон, который еле-еле сдвинет. Самое и здесь. У нас есть заряд, у нас есть возможность передачи определенного но дальше скорость получится зависит от масс. И после этих вагонов, которые будут ускорять наши в этом направлении, у нас есть участок под вакуумом, в котором никакого поля нет. То есть один ион быстрый, но это расстояние преодолеет за какие-то вообще наносекунды. А другой ион будет медленный, и он будет лететь милей. И теперь, если наш детектор просто будет регистрировать каждое попадание иона, сможем опять же сделать вот такой график. Здесь интенсивность, то есть, условно говоря, количество таких ионов получили, а здесь время. Посмотрите, время в данном случае для нас, как отношение заряда к массе, у нас здесь в основном только масса заряда единиц. Здесь мы можем сказать, кроме времени, еще примерно сальтоной. У нас получается здесь как раз распределение этих двух ионов. Этот прилетел очень быстро, какие-то там, скажем, десятки наносекунду, пускай там будет. Этот летел медленно, пускай там будет десятки. За счет времени смогли разделить их. Понятно, что такой способ, он более простой для объяснения, но у этого способа конечно есть и свои определенные проблемы. Он нужно определенным образом модифицировать, чтобы получать высокое разрешение. У нас есть проблема, что наши ионы стартуют здесь с разных позиций, кто-то дальше, поэтому до детектора кто-то может лететь раньше или позже, просто в силу того, что оказался ближе и дальше от этих пластин. Но это все технические детали, вдаваться мы у них не будем, они решаются производителем оборудования, на этих приборах. Что для нас здесь еще важно? Теперь, если мы сможем передвинуть наш препарат, можем взять точно такой набор данных в соседней точке препарата, еще раз его передвинуть, опять в соседней точке. То есть мы будем ионизировать наш препарат точка за точкой, поточечная, это то, что как раз нам для методовизуализации нужно. Теперь можем получать вот такую поточечную информацию, собрать полностью картинку из таких точек, ну и дальше сказать уже о том, что мы хотим увидеть, как распределяется ион с массой те же самые 611 дольтон, где его больше картинка. Ион с массой пускай будет 495 дольтон, как он распределен. И так далее. Зачем нужна вот эта матрица? Кроме того, что переводить энергию лазерного луча в теплое. Как я уже говорил, вот этот метод Малди, если его расшифровывать полностью, будет называться матрично-вспомогательная лазерная десорбция ионизация. Матричная, понятно, с которой мы добавили, ассоциированная за счет того, что есть лазерная, мы это делаем, десорбция, это вот это испарение с поверхности, ионизация, это то, что эта матрица подбирается таким образом, чтобы она могла либо передавать, либо отнимать протон от нашего аналита. Это уже происходит в газовой фазе, то есть после того, как мы лазером здесь некоторое количество нашего простца испарили вместе с матрицей, в матрице слишком большое количество энергии есть, и один из вариантов, как этой энергии избавиться, это обменяться протоном с нашим аналитом. в итоге у нас получается дальше процесс десалеватации, когда матрица, кластеры матриц, которые были вокруг нашего аналита отсюда, у нас получается в итоге, скажем, матрица, но со другим зарядом, понятно, если она отдала протону, она станет отрицательной, мы видим, видим на нем, и у нас получается вот этот наш положительный заряд, в идеале, мы хотим, чтобы у нас был он один, но так ему передали о своем протон, то масса нашего аналита, это будет масса молекулярного иона, плюс масса протона, заряд, и ничек. В случае, если вдруг, каким-то образом, смогли передать два протона, то масса у нас изменится, это будет масса плюс масса двух протонов, соответственно, заряд будет у нас и так далее. И вот эти вещества, которые могут использоваться в качестве матрицы, некоторые из них, очень небольшое их количество, представлены на этом слайде. В зависимости от того, какие именно классы веществ мы хотим увидеть, можем использовать разные матрицы. Ну, например, тинопиновая кислота, она хорошо подходит для ионизации достаточно белков, от 10 килодальтон и выше. Ну, она плохо зато ионизирует некоторые другие классы соединения. В ней не очень хорошо липиды ионизируют, в ней не очень хорошо пептиды, то есть короткие цепочки остатков аминокислот. В ней не ионизируются абсолютно различные нуклеиновые кислоты. То есть, вот, за счет выбора такой матрицы мы можем сказать, что мы в основном видим с вами белки. Дальше мы можем взять, например, вот такую альфа-циана гидроксикоричную кислоту. Вещество очень похоже. Но это вещество уже будет хорошо подходить для ионизации отдельных пептидов. Оно практически не будет хорошо ионизировать большие белки, а вот маленькие пептидики, там, скажем, примерно до 4 остатков аминокислоты. Как видите, выбором матрицы можем уже определить, какой класс веществ у нас будет в основном ионизироваться в нашем пептидике. Можем дигидроксибензойную еще кислоту упомянуть. Она хорошо подходит для средних по размеру соединений, где у нас достаточно большое количество аминокислот, это еще не большие белки, но уже, скажем, не вот такие небольшие пептиды. Более того, она подходит, например, для ионизации пептидов с достаточно тяжелыми посттрансляционными медицинами, когда здесь сахар там навешан, еще и много-много других матриц. Я их рассматривать подробно не буду, единственное, скажу, вот еще две матрицы интересные, вот эта матрица диаминонавталин, она очень хороша именно для липидов, если вдруг работает с липидами, попробовать. И вот эта вот матрица очень интересная тем, что она подходит для липидов и более того, только для определенных классов липидов, а именно липидов, содержащих серу. Мы можем пойти в нашей селективности ионизации вплоть до того, что мы будем видеть только липиды, содержащие серы, и у нас будет получаться только отрицательно заряженные ионы с такой матрицей хорошо, положительно заряженные практически не получат. Таким образом, матриц много, и матрица это селективность, что именно, и чувствительность, а также то, насколько хорошо это будет ионизироваться, насколько мягко это будет ионизироваться, не будут и наши вещества при ионизации ионизироваться. В некоторых случаях нам это может быть интересно. Вопрос следующий, а как нам теперь изготовить препарат, пригодный для масс-спектрометрии, для МАЛДи визуализации? Дело в том, что у нас есть достаточно большие срезы, и нам наши аналиты, зачастую водостворимые, нашего образца никуда не делить. И здесь, конечно, есть разные варианты подготовки кристологические. Самый простой вариант, который можно использовать, это замораживающий протон, криостат. Криостат это просто вододельник. Вот такой вот замораживающий протон можно использовать и в некоторых случаях можно заморозить наш образец вообще в нативном состоянии. Ложить его заморозить, дальше отогреть до минус 20 градусов и вы прямо в таком занете порез. В некоторых случаях образцы у нас достаточно сложные, различаются по твердости и тогда нам нужно их заключать в какую-то определенную среду. При заморозке например карбоксиметилцеллюлозу и есть вот такая замечательная техника макаламота, когда теперь можете этот твердый блок порезать за счет того, что используете такую пленочку с клеем. И все, что вы срезали на этой пленочке с другой стороны остается. Теперь эту пленочку если вы вернете, ваш препарат кажется вам полезным. Вторая проблема, которая у нас возникала изготовление больших срезов понятно, теперь возможно. При этом самое главное посмотрите, при изготовлении таких замороженных срезов даже вещества растворенные в воде какими-то растворимые аналиты у нас никуда не деваются. Мы их замораживаем прямо по месту. Когда мы делаем срез, они остаются в этих же местах препарата. Дальше можем наш препарат на некоторое время оставить при тех же самых минусе 20 градусов. Что произойдет при минусе 20 градусов при нормальном давлении? Через некоторое время вода сублимирует. У нас останется высушенный препарат без воды. Диффузии никакой наших аналитов не будет. исследований Проблема номер два. Дело в том, что если мы теперь будем с вами включать это на какой-то непроводящий электричество подложки, то как нам создать эту разницу потенциалов, чтобы могли ускорить наш аналит? Ведь зачастую на самом деле потенциал прикладывается именно к нашему образцу. А вот эти пластинки обычно могут быть беззаземленными. Для этого нужно использовать стекла с специальным покрытием окситолова и индий. Можно накрыть под вакуум на стекла. Стекла такие получаются. Но посмотреть. Это стекло в таком расстоянии имеет достаточно хорошую электропроводность. Знаю, что оно прозрачное, но проводит электричество. Проблема тоже решена. Сложность только в том, что это дорого сто. С другой стороны оптически прозрачное. Ваш препарат теперь посмотреть под микроскопом. Например. Потом нанести на него матрицу. Изображение уже в аналде реализации. Потом можете этот препарат перекрасить обычными кинологическими красителями. Красивую картинку, где логический препарат, где распределение ваших аналитов. Поставлено. Следующая проблема, которая у нас возникает. Это то, а как нам теперь нанести на этот препарат матрицу. Ведь вы видели, что эти соединения не очень водорастворимы. И их нужно наносить в какой-то органической фазе. Во-первых. Во-вторых, если мы просто нанесем матрицу, она будет лежать сверху нашего препарата, то при воздействии лазера, что происходит, матрица будет испаряться, при этом не будет испаряться, не будет эссорбция нашего аналита. Нам бы хорошо еще эту матрицу перемешать. Есть несколько подходов. Первый подход это различные машинки. Это, к сожалению, уже сняты с производства, но идея следующая. Создаете каким-то спрей из этой матрицы очень либо за счет распыления через маленький капилляр, либо за счет вибрационного воздействия и эти капельки матрицей обсаждаются на вашем препарате. Так эти капельки несут в себе некоторое количество жидкости, то они частично растворяют ваш препарат и за счет этого происходит перемешивание матрицы и аналита. Включаете такое покрытие, если теперь многократно будете это повторять, скажем, ваш препарат такими маленькими капельками сушили, не было большой дикторальный нанесли следующий капель в другом место, куда-то попали, высушили, 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 следующий так многократно повторив, получите на вашем препарате слой матрицы, по которую популярного эффекта от вашего препарата какие-то налиты. Теперь эту матрицу в масс-спектру удержать воздействию этого лазера, вы получите десорбцию этого растворенного аналита и получите сигнал. Второй вариант, который возможен, это так называемая сублимация. Зачем эти варианты хороши, чем плохи, расскажу чуть позже, но вариант сублимации, я думаю, понятен. Это переход из твердого состояния в газообразное, из газообразного обратно в твердое, минуя состояние. Матрицы при нагреве до 210 градусов вакуумом прекрасно испаряются. Если теперь вакуумом снизу на плитке расходится ваша матрица, а здесь наверху приклеен ваш препарат, здесь матрица будет субстанцировать, а на препарате она будет опять осаждаться. Плюсы. Знаете, какие маленькие кристаллики получат? Если мы капельками делали, вот кристаллы получат. Большие. Если мы делали субстанцию, такие капельки, но правда есть и проблема, заключаясь в том, что как нам теперь аналит с нашей матрицей перемешать. Посмотрим более подробно эти два варианта нанесения матрицы. У нас есть некий срез, на нем есть некий наш аналит, скажем, желудок какой-то из аналитов отмечен, который локализован вот здесь. Дальше мы можем вносить нашу матрицу в каплях растворителя и посмотрите, происходит растворение нашего аналита в этих каплях. Дальше рекристаллизация нашего аналита с сталами матрицы. И через некоторое время у нас кусочек, который он рисовал, рекристаллизовался. Посмотрите, за счет капли имеют эти размеры, то вот размер, который был аналит, вот который стал. Счет латеральной дифферии по препарату теряли разрешение. То есть даже если у нас теперь прибор сможет включать данные точки размером 5 на 5 микрон, за счет того, что наш аналит подвергся диффузии во все стороны, то даже аналит, находящийся в одной точке такой же 5 на 5 микрон, теперь занимает скажем 50 на 50 микрон достаточно большой. И конечно разрешение в данном случае у нас теперь получается зависит не от прибора, а от варианта проб подготовки. Тем не менее, при вот таком варианте проб подготовки при использовании жидкости очень высокое качество спектров, потому что наш аналит еще хорошо перемешивает с матрией. Второй подход с сублимацией можно представить себе следующий наш аналит у нас никуда не делся, мы на него при помощи сублимации просто сверху пилили маленькие кристаллики нашей матрицы. Как видите, опять же, никакой диффузии у нас происходит, она такая осталась. Но теперь, чтобы получить хороший сигнал, нужно матрицу рекастрелизовать. Держать наш препарат в парах какого-то растворителя, который может растворять нашу матрицу и наш аналит. Например, лилипидов пускай будет изопропиловый спирт или смесь, например, если мы говорим в асидах ацетонитрила и воды или... Все зависит. Происходит небольшая делокализация, естественно. Но так как это все происходит в парах, то делокализация очень небольшая. И по сравнению с исходным разрешение практически не уходится. Нельзя сказать, что оно полностью сохранилось, но есть работы, которые показывают, что можно достичь разрешения в 5 микрометров, но это правда очень нерутинно более 8 микрометров. И качество спектра за счет возможностей такой рекристаллизации для липидов получается очень хорошим. Попустим, ничего не теряем. Для пептидов заметно хуже. Для белков я только одну работу знаю, в которой это получалось. Она вот перейдена здесь уже. Большие белки для такой субфации потом есть некие исключения. Тем не менее, как мы видим, сильно хороший спектр получать при нанесении матрицы спреем с разрешением порядка 50 микрон. Такое мезоскопическое разрешение, оно конечно не макроскопическое, но не макроскопическое. Если мы хотим гнаться за разрешение, можем использовать варианты напыления, получать разрешение уже порядка идеаля аж до 5 микрометров. Но, конечно, качество получаемых спектр не может быть. Теперь давайте посмотрим, какие проблемы есть с конкретно разными уже группами веществ. Начнем с некоторых органических небольших молекул, какие-то таболиты. Опять же, у нас теперь везде комик, поэтому будем в подходе оценки метаболома. Давайте посмотрим, насколько большое количество соединения с одновременно присутствует. Если бы мы говорили с вами о комплексности, например, генома, давайте для человека возьмем, понятно, что эти данные уже устарели, нужно уже 21 тысячу сказать по новым данным, постоянно у нас уменьшается. предположим, что геном содержит примерно 20 тысяч белокоплодирующих последователей. Дальше, берем транскриптом. Здесь у нас уже транскриптов гораздо больше, потому что есть альтернативный сплайсинг. Каждой ткани, мы сейчас не берем все ткани, берем ткань, порядка 100 тысяч транскриптов. Теперь берем протеом. У нас еще посттрансляционные модификации различные. И протеоформ у нас уже будет порядка миллиона. А теперь смотрим соединения, которые в клетке есть, метаболом. И их, опять же, становится гораздо меньше, порядка 40 тысяч. Причем это для базы, которая включала самые распространенные ксенобиотики, пищевые добавки, токсины. Правда, в году для этой базы вышло обновление. Это база по болитам человека, куда они добавили всякие лекарства. Все, чего и, конечно, она сильно заросла. Но таких вот основных метаболитов все-таки достаточно небольшое количество. То есть, согласитесь, работать с метаболомом в принципе было бы интересно смотреть именно соединения не белков. Воды и метаболиты. Есть, правда, проблема. Большинство этих соединений от 120 до 800 дольтон. Смотрите, если мы будем откладывать здесь количество соединений, а здесь точную массу этих соединений, то мы видим, что большинство этих соединений приходится на какие-то небольшие массы. И если мы здесь видим, например, какое-то соединение с массой пускай будет 340 дольтон, то на самом деле таких соединений здесь может быть достаточно много. И нам нужны какие-то методы, как мы можем теперь сказать, что это 340 точка скажем нации дольтона это наше соединение что-то как это можно сделать. Ну, два подхода. Либо можем сильно увеличивать разрешение, и тогда даже если эти 0,5 у нас здесь есть, мы их можем использовать фрагментацию в числе и многократную. Понятно, что каждое вещество будет спадаться на фрагменты. что-то мы сможем фрагменты с вами отдельно увидеть и по ним восстановить на вещество у нас с вами будет. Следующее, что мы можем сделать, на самом деле у этих метаболитов очень различная химическая природа. Это могут быть сахара, это могут быть различные эпиды, это могут быть аминокислоты, вот такие сложные достаточно, там, холестерол, например. Мы уже говорили, что при помощи разных матриц мы можем ставить ионизироваться разные классы соединений. И простить себе задачу уже иметь не 150 соединений на одну массу, а, скажем, с десяток за счет выбора матриц, за счет выбора условий. Последняя проблема с оценкой именно метаболических соединений очень большая разница концентрации. Если мы попробуем взять в клетке какой-то метаболит, который ей необходим для жизни и посмотреть какой-то метаболит, который присутствует в очень большом количестве и в очень малом, то разница может быть до одного к миллиону. И, конечно, тогда нам придется действительно выбирать какие-то матрицы, которые будут специфично ионизировать именно вот эту точку, а не миллион по возможности, и в некоторых случаях использовать уже чистые химические подходы, например, какие-то реакции, которые будут изменять именно количество, делая его более пригодным для масс-спектрометрии, то есть так называемая дереватизация. Тем не менее, с липидами, например, все достаточно хорошо, и, как видите, мы можем разные липиды визуализировать весьма неплохо. Более того, есть работы, которые, конечно, уже не с нами были выполнены, такого плана. И разрешение, посмотрите, 200 микронов, палочка, сетчатка глаза. И в этой сетчатке глаза, если мы будем смотреть на распределение разных липидов, они по-разному различаются. Если мы каждый из них теперь своим цветом окрасим и сложим картинку, кажется, что на самом деле условно очень сильно различается по составу липидов, входящих в состав мембраны этих клеток. Ссылку на работу здесь оставляем. Чем еще удобна работа с лепидами? Дело в том, что они очень характерно фрагментируются. Мы уже много говорили о том, что есть возможность фрагментировать вещество, что есть определенные правила, по которым они фрагментируются, и что каждое вещество дает некий отпечаток пальца. Давайте попробуем на примере фосвидилхолина посмотреть, какой спектр мы можем получить, если теперь это вещество будем предположим, что у нас есть вот такая масса, которую мы говорили, и под эту массу может подходить даже большое количество веществ. Сделать. Мы можем теперь получать для каждой точки нашего препарата не масс-спектр тех соединений, а сказать нашему масс-спектру. А теперь ты бери не только соединение с массой скажем 706-45, комментирую ее на фрагменты, покажи мне распределение именно этих фрагментов. То есть вот эта картинка, которая здесь проведена, это уже не все массы, которые ионизированы, это только определенная масса, более того, на самом деле только определенные фрагменты. Можем уже с достаточно высокой долей вероятности говорить, что то, что мы видим, это изображение некого масса к заряду 765, распределение некого вещества, имеющего определенную картину. Давайте посмотрим на это вещество и немножечко тогда поговорим о терминах. Фрагментироваться вещество может по-разному. Дело в том, что при распаде этого вещества на два фрагмента, какой-то из фрагментов может сохранить заряд, и тогда мы его увидим в нашем аспектру. Какой-то из них заряд может потерять. И понятно, что если на этой части молекулы заряда нету, подвергаться воздействию ни электрического, ни магнитного поля, и зарегистрировать мы с вами не сможем. И вот такой вот кусочек, который чаще всего откалывается от молекулы, не неся заряда, называется нейтральной потерей, NL. Как мы это можем увидеть? Вот наш материнский ион, он очень слабо здесь виден, но тем менее, если мы увеличим этот кусочек массового спектра, нашего массового спектра, мы увидим, что это вполне такой хороший себе пик с азотопным распределением, и здесь тоже вполне себе хороший пик. И вот разница между ними, это как раз масса этого участка с азотом, который теряется без заряда, поэтому видите, его самого мы практически не видим, но мы видим, что у нас очень большое количество нашего исходного места оказалось с массой меньше на 59 с небольшим дельтоном. Матеральная потеря. характеристична для соединения, которое теряет вот такую часть. Дальше. Вот эта группа с фосфором очень легко тоже может откалываться, и она сохраняет на себе заряд. Давайте посмотрим. Масса этой группы, вот она. У нас есть так называемый характеристический ион. То, что такую группу соединений при ситуации будет очень хорошо отличать. То есть все фосфетилохолины, у которых есть вот это, откалываться, если мы видим вот этот характеристический ион, да еще и вот такую нейтральную потерю, можем сказать, что это в суде холин возникает. Более того, тут есть импентация дальнейшей этой группы, дополнительная группа несколько. И то, что здесь не обозначено, посмотрите, у нас есть остатки же. И на самом деле в принципе можем сказать еще не только что это некий липид с такой-то массой и некий фосфетилхолин с такой-то массой, можем сказать еще какие именно из вот этих остатков слот здесь были. Более того, на самом деле есть ухищрения, которые могут еще сказать, какая из них в каком положении находится, получив только такую картинку, опять же, предсказать какую-то вероятность. если же у нас здесь где-то были бы двойные связи, например, ненасыщенный, то при помощи тоже специальных охищрей, например, добавления солей, мы могли бы получить фрагментацию еще к этим участкам и, получив здесь набор фрагментов, здесь показать, на самом деле, где еще эти двойные связи могли располагаться. То есть, как видите, изображение некой массы к заряду, но и идентифицировать в некоторых случаях вещества, которых на нашем препарате много. Конечно, если мы будем говорить о каком-то веществе, которое на препарате мало, то нам его просто хватит для вот такой красивой картины. фрагментации, нам нужно заранее тогда будет знать, как оно будет. Согласитесь, теперь, если мы попросим наш компьютер составить нам картинку нашего препарата со следующими условиями, чтобы у нас был обязательно вот этот ион, что это фалин, у нас обязательно был наш материнский ион, мы его изначально выбирали, чтобы у нас было, например, вот, скажем, еще вот эти два иона. И только в этом случае рисовать на изображении точку. Теперь можем говорить, что точку или вот изображение это распределение именно этого фалина конкретного с конкретным совершенно количеством природов посадка жидких кислот и общая работа. Конечно, не только с липидами такое возможно, например, с растениями, очень любят использовать этот метод для работы с различными метаболитами, потому что метаболиты у нас в растениях водорастворимы. И если мы действительно заморозим наш препарат, сделаем с него срез, это семечка ржи, например, здесь, смотрите, есть различные соединения, ну и одно соединение, которое здесь у нас рисовать, оно украшенное, очень хорошее, антоциан. Более того, антоцианы, они немножко различаются по тому, какие они, какое-то метилирование есть, далее, и то, как они модифицированы. Например, здесь, посмотрите, два сахара, остатка сахара привешена к этому сану. Можем знать его массу и мы можем, например, точно так же сделать теперь возможность получения именно фрагментов этого вещества. И вот, например, здесь первый фрагмент 301 от так называемого агликона вещества без сахаров. Фрагмент 460 это вот такой кусочек, когда у нас отвалился целиком. Вот эти две массы мы можем и вот масса 1 масса 2 а вот картинка где каждая точка показана только в том случае если обе эти массы присутствуют. Мы видим, что для распределения именно этого соединения приходится только вот на эту тоненькую часть нашего препарата и больше не встречается. Соединение водорастворимое в других случаях оно бы у нас было. Таким образом, да, с метаболитами работать, со многими классами метаболитов можем работать, но конечно нас бы интересовали очень сильно бы белки. Там есть проблемы. Во-первых, они большие и чем больше массы, тем хуже решение нашего масс-спектра, тем сложнее с ними работать. Во-вторых, ионизировать белок, а это в общем-то дольтоны, да так, чтобы он не рассыпался, это тоже очень просто. Ну и третья проблема опасность. Ведь в принципе, если у нас обычных белков в протеоме много, то протеоформ, то есть то, как они модифицируются, очень много. У нас один и тот же белок, может быть плюс фосфор, плюс какой-то глюкоза, плюс различных инфекций посттернационных. И это будет не одна масса, а целый набор масс. И в принципе, мы тогда можем идентифицировать только вот такое, только вот такое, а целиком сложно. Кроме того, определение по молекулярным массам. Посмотрите, сколько белков у нас есть с определенной молекулярной массой. В принципе, идентификация такая прямая не всегда возможна. Конечно, очень удобно в этом бы хвосте было бы работать. Здесь разрешено. Теперь, если мы будем пытаться при помощи матриц каким-то поднимать или нет, что мы можем играться с тем, сколько там остатков приокислых, сколько щелочных. Посмотрите на распределение. Очень сильно нам это поможет. Могли бы попробовать поиграться в гидрофобность и гидрофильность. За счет этого ионизировать преимущественно какие-то только тоже, к сожалению, не очень удобно. Таким образом, если мы хотим работать уже не с метаболитами, с которыми обсудили, а с белками, нам нужно прежде всего некая база данных по этим белкам. То есть желательно, чтобы наш объект был отсеквенирован. Не все белки мы сможем ионизировать. Некоторые белки в принципе не будут ионизироваться. Например, если мы говорим о каких-то белках, сшитых друг, скажем, там, не знаю, тубу, это полимерная такая микротрубочка, конечно, ионизировать ее целиком у нас не получится. А отдельные мономеры забрать. У нас есть только некие массы и нам необходимо подтверждение тогда альтернативное белки. Многие белки это димеры, тримеры и так далее. И понятно, что нам тогда нужно иметь хорошее разрешение в диапазоне крупных масс, что не всегда возможно. Последнее, что это самое грубое, дело в том, что мы хотим визуализировать напрямую именно белки. И тогда не можем наш препарат фиксировать. Мы не малинка. И фиксация делает метиленовый эмут, эквалентно сшивает это в ароматную молекулу. Понятно, что она не будет. Информации мы не помним. Работа с бетами, например, весьма ограничена, но тем не менее, вот пример работы. Опять же, ссылка здесь. Показывает распределение различных гистонов. Третья мозга. Видите, действительно есть различия. Посмотрите на качество спектров полученных. Это очень хорошее качество. На самом деле, несмотря на 2011 год, учить какое-то стараться. И вот массы не охотились. Видите, в некоторых случаях это даже пиком. Потому что разрешение в диапазоне масс 11 кгдт выше. А если мы говорим уже 500 кгдт, разрешение уже десятки дольтт точно восстановится. И, как мы говорили, для белков лучше всего подходит именно синопиновая кислота, если мы хотим целиком генизировать. Таким образом, если мы хотим работать с белками, и каким-то образом их еще идентифицировать на нашем препарате, нам нужны альтернативные препараты, которые бы позволили решить эти проблемы. Ну, и в идеале позволили бы работать нам еще с фиксированным материалом, потому что материал, в общем-то, большой. Здесь на помощь нам приходят пептиды. Они короткие, они хорошо ионизируются, и более того, мы можем использовать ту же самую фрагментацию, разбить этот пептид на спор вот этих аминокислот, и после этого получить подтверждение, что это ионизирование. Пептиды действительно очень легко сформировать, проблем никаких нету, гидроксикоричная кислота альфа-циановая очень прекрасно для этого подходит. Вот пример, как ионизируют большие по размерам пептиды хорошо, и, опять же, как пример, почему именно малодемоспектрометрия хороша, это срез пусков беспозвоночного, естественно, пептиды водопостворимые, и если бы это делать другими методами, пептиды смылся. Если мы теперь замораживаем этот образец, режем его в замороженном состоянии, проблема уже у нас гораздо меньше. После суббинции воды у нас этот пептид остается по месту. Чем хороши пептиды и что мы с ними можем? У нас есть некий набор белков. Дело в том, что у нас есть специфические протеазы. Репсин, например, различные другие протеазы. Что значит специфичные? Они режут белки только между определенными кислотами. Например, пепсин это так называемая пептида. Только между определенными кислотами. Разрез будет происходить. И дальше если мы получили самбор таких пептидов, если возьмем отдельный пептидик, в принципе при его фрагментации мы можем получить такой вот интересный спектр. Где мы можем теперь говорить, что у нас фрагмент с одной стороны содержал в себе вот такое-то число в таком-то порядке. Это идеализированная картинка. Никогда вот такого спектра как в этих данных может быть размещен вы красивого не получите. Вот более-менее реальное изображение. Как видите, в некоторых случаях вообще отсутствуют или не вины. В некоторых случаях нужно выбирать какой из этих пик действительно правильный. Но в принципе если мы не захотим делать вот такое дново секвенизм разбираться с этими отдельно а просто сравнить как отпечаток пальца то в принципе да вот эти два спектра можно сказать похожи. Нашли количество совпадений. Могли бы сказать, что да действительно скорее всего это еще важно. Дело в том, что если мы будем вот так резать наши белки то для многих белков мы можем получить некий уникальный пептид который только в этом белке встречается в данном организме и больше нигде. если мы теперь сможем подтвердить наличие этого пептида мы можем говорить, что да мы нашли этот уникальный пептид а лучше два значит этот белок здесь когда-то находился тем как мы лету синизор. Ну и комплексность конечно вот такого анализа пептидов она достаточно все большая. Давайте возьмем какой-нибудь коротенький пептид где всего 11 остатков аминокислот. Аминокислоты возьмем только стандартные и просто будем их переставлять чистый комбинаторик. И получится чисто вот таких комбинаций которые можем разместить 11 остатков аминокислоты у нас аж 2 на 10 в 14 степени. Причем это без постеподекации каких-то нестандартных аминокислот. Понятно что не все из них имеют логическое значение поэтому если мы возьмем базу NCBI НР non-redundant большую получим что на самом деле всего где-то 2 на 10 десятый пептидов для вот такой последовательности присутствия. Теперь если мы будем использовать например трипсин как у нас там только по некоторым аминокислотам отрезать и в итоге у нас триптических таких пептидов 1 на 10 в 8 но если мы теперь знаем что мы работаем на человеке то в этой же базе окажется всего 4 на 10 6 пептидов это уже вполне посильное опять же если мы работаем теперь не с белками а такими пептидами нам нужна база данных нам нужна программка поиска в базе данных нам нужна некая оценка достоверности потому что если мы получаем какой-то спектр который как-то похож к тому что у нас было в базе но имеет скажем какие-то лишние или какие-то достающие нам нужно некое значение которое скажет насколько терять или это простое совпадение вариантов достаточно фрагментация пептидов очень коротко у нас есть аминокислоты они соединены пептидной связью и в принципе при разных вариантах ионизации у нас возможно формирование фрагментов по разным участкам может здесь порваться здесь порваться или здесь порваться в зависимости того какой ион мы будем брать вот эту часть а б или с либо вот эти x y или z на чем у нас остался заряд из этого то есть получается что для каждого соединения между скажем аминокислотами мы можем получить целых 6 вариантов счастью при разных методах ионизации мы получаем с вами разный набор вот этих и это в основном b и y ион остальные особо сильно не рассматривать таким образом мы можем получить если мы теперь с вами разместим для y ионов отдельно то мы с вами получим сейчас расстояние между ими это конечно же массы остатков аминокислот и используя их мы можем в принципе сказать какая последовательность у нас была и ее остановить конечно есть свои сложности например лицин и залицин имеют одну и ту же массу поэтому тут напрямую с этим не получается но тем не менее как видите фрагментация каждого пептида с определенной последовательностью она достаточно уникальная даже возникает чаще всего вопрос а почему нам каждый такой пептидик теперь не фрагментировать не получать для него картинку и вообще зачем нужна база данных ну во-первых этого пептида на вашем срезе если мы говорим об имиджинге может быть достаточно мало и вам может просто не хватить вашего образца для получения хорошего качественного спектра во-вторых давайте возьмем очень хороший спектр просто прекрасный на мой взгляд из учебника вот такой посмотрите если он размечен действительно цветами b и y у вас отмечено тут все очевидно но представляете если вы бы сами стали отмечать здесь есть много пиков которые никак мы не учитываем не знаем что это это может быть какие-то так-то то есть что-то вместе с нашим монолитом присоединилось что-то могло от него отвалиться там вода и наш 3 еще что-нибудь это могла быть неправильная аннотация мы могли начать вы здесь аннотировать может быть не вот это y2 а вот это например тогда нужно последовательно сдвинуть могла быть какая-то контоминация какие-то другие ионы кроме b и y могла быть фрагментация если у нас там какая-нибудь аминокислота у которой есть боковая группа она могла бы здесь вот сорваться а не вот здесь вот от нашей цепочки это могла быть шум или прибора то есть как видите вот такая денова она не очень проста к сожалению поэтому без базы данных нам конечно не будет посмотреть какой плюс мы внезапно получили при вот такой трепсинизации нашего аппарата помните мы говорили с вами о фиксации фиксации имела одну неприятность а именно наши белки с помощью метиленового мостика сшивались в одну вот такую молекулу конечно частично это обратимо если метиленовый мостик еще не покровался скажем вот такое осталось можем его расшить это метод демаскирования антигена в кистологии в экциях можно посмотреть подробно теперь а что если мы вот такой даже сшитый сильно белок с репсином попытаемся погреть получим набор фрагментов да что-то ковалентно может быть связано с чем-то мы сможем получить скажем остальные могут быть причем если помните это в основном пыли на самом деле здесь отметим и мы получаем все-таки некий набор пептидов среди которых может оказаться и уникальной для нашего белка здесь нам нужно аппарат и отаннотировать и отаннотировать знать что с него получим посмотрим как эта проблема много лет назад была подвернута попытке решения положим у нас есть некий аппарат у нас есть два полушария можем сделать мы можем одно из полушарий аппарата просто трепсинизировать и взять рептические фрагменты уже на масс-пептометический анализ с использованием хроматографии с использованием разделения чтобы получить максимальную чувствительность и максимальную аннотацию мы получим дальше список неких масс-пептидов которые у нас есть мы их можем анализировать и для некоторых из них в базе данных получить еще и последовательность дальше можем идентифицировать к какому белку какие пептиды у нас относятся это вот скажем белок и теперь мы можем для второго полушария этого же аппарата вылить действительно матрицу как мы и хотели и получив вот эти массы некий пептид-1 с какой-то массой m1 некий пептид-2 с некой массой m2 сопоставить включить вот например такую табличку положим нас интересует основной белок миелина и мы знаем что на нашем препарате для него были идентифицированы вот такие массы пептид можем теперь уже на имиджинге посмотреть для него а есть ли у нас такие массы и какие картинки мы с вами наблюдаем а дальше при статистической обработке попросить нашу программу оставить только те точки при которых скажем вот какой-то уникальный пептидик скажем вот этот кстати пептидик обязательно присутствует включить картинку где мы можем говорить что в основном это конечно скорее всего распределение именно основного белка миелина взять какой-нибудь другой физин например или еще что-нибудь ну и точно так же массам включить картинки какой-то который может являться уникальным для этого белка точно так же сказать что скажем два уникальных получить картинку понятно понятно что это не всегда возможно мы говорим что не все белки ионизируются не из всех белков можем получить набор пептидов которые будут хорошо ионизироваться хорошо у нас получаться и не всегда для белка мы можем найти вот такую уникальную последовательность такой уникальный пептид который бы сказал что это именно оно а не что-то другое плюс опять же если какой-то белок очень редкий если его всего там не знаю 20 молекул на всю клетку не стоит надеяться что сможет вам вот такой вот белочек с маленькой контрацией позволить ну а для белков достаточно можно получать вполне личные картины распределить в итоге какие у нас достоинства и недостатки метода визуализации пока мы говорим только о малде визуализации на самом деле первое достоинство самое важное нам нет необходимости априорного знания биомаркеров можем не знать на самом деле что в нашем препарате есть можно просто различить белкам по разным классам дальше уже увидев эти различия каждый вот этот пик некую соотношение массы к заряду пытаться идентифицировать и сказать а что же это чем наши препараты развиваются второе достоинство мы можем визуализировать очень большое количество разных классов соединений пипиды пептиды сахариды давите все что практически ненавидируются и каждая точка в наборе данных мы можем его потом переанализировать при необходимости это весь набор аналитов которые смогли ионизировать не все которые присутствуют в аппарате естественно как минимум все которые ионизировать могут недостатки здесь опять же первый самый главный на мой взгляд недостаток это разрешение пока это все-таки не микроскопическое а так скажем мезоскопическое 50 микрон в идеальном состоянии второй недостаток который скорее можно сказать в том числе и достоинство это селективность ионизация не все биомаркеры можно ионизировать и детектировать как вы помните можем это использовать в раз для упрощения нашего спектра ионизировать только серый или дальше выбираете матрицу что вы хотите еще один недостаток вот эта идентификация прямо по месту которое я показывал для липидов для белков для метаболитов не всегда возможно она возможна только для каких-то веществ которых в клетке начинает быстрее и опять же если они хорошо ну и еще один недостаток который мы частично обошли это несовместительность с гискологической фиксацией если мы трепсинизацию в принципе это возможно то есть сразу нужно отметить этот метод трепсинизация о котором я говорю это крайне нерутинный метод буквально несколько лабораторий хорошо выполнять и в ежедневной основе считать что этот метод прям вот сразу можно использовать тем не менее для некоторых задач только и примеры которые интересны это например возможность посмотреть различных видов это возможность посмотреть различные метаболиты растений причем методом отпечатка то есть мы берем листик прижимаем его в специальной мембранке которые в дальнейшем уже в нашем массспектрометре здесь видны последнее приложение которое очень любят сейчас фармакологический эфир это возможность посмотреть распределение какого-то аналита в целом животном например изобрели какое-то лекарство вы его меняете вы взяли мышку беременную чтобы посмотреть еще прохождение плацентарного барьера чтобы там был мозг чтобы посмотреть на гематозефалический барьер и вы можете знать какими способами ваше вещество в принципе в организме метаболизирует вы можете теперь поискать а где эти метаболиты и где это исходное вещество накапливается дальше получить вот такие картинки вот ваше исходное вещество где вот картинка метаскопическая вашего изображения и вот метаболит 1 метаболит 2 метаболит 3 и так далее видите это на одном и том же показать То есть, что, например, данное вещество не проходит мотенцефалический барьер, не проходит плацентарный барьер. Вот этот метаболит, этот данный барьер, как видите, частично проходит. Скажем, метаболит накапливается. Вот такой подход, когда на одном животном вы можете получить полное распределение не только вашего локарства действующего вещества, но и метаболитов. Что мы можем изучать нашим методом, то есть, нужен ли на самом деле вам этот метод визуализации? Во-первых, мы можем посмотреть распределение вот такого лекарства в тканях желудка. Второе, если вы работаете с липидами, то, конечно, распределение липидов в клетках, особенно при каких-то воздействиях, там, гипоксия, оксидационный стресс, их изменения, ну, это действительно более методом. Распределение какого-то белка, известной молекулярной массы, на которую вы можете выделить антитело или, если вы хотите, много белков смотреть. С трудом, определенными сложностями, возможно, после синолиза, но возможно. Молекулярная классификация тканей, то есть, поиск статических отличий между, например, двумя тканями или между здоровой и раковой тканью, вполне возможно. Чем различается, метод скрининговый, а дальше уже можно брать отдельные такие были пики, что же это вещества. Комплексная оценка изменений всего протеома, чем протеома изменилась, какие белки, стало больше, каких меньше, или метаболома в развитии, в процессах перерождения, в старении, в регенерации. Оценка накопления различных метаболитов из каких-то новых вариантов метаболитов в введомой ткани. Можно, если вы знаете, как фрагментируется ваше вещество, или какая-то характерная группа фрагментирования отваливается, вы можете посмотреть наличие только такого фрагмента, где он находится. Дальше смотреть, на самом деле, из каких соединений это получается. Сравнение протеомов биопсии из каких-то архивных физиологических препаратов больше не имеет отношения. И, как я говорил, вот вариант такого термического перепаривания имиджинга – это очень и очень нерутинный метод. Большое количество лабораторий, в принципе, можно пользоваться, но ситуация со временем изменится, и лабораторий как-то сложить возрастет. Конечно, в данной лекции, в связи с ограниченностью по времени, базовый курс обзорный, я не упоминаю о том, что есть другие методы реанизации, которые позволяют изучать изображение нашего препарата. Наиболее интересный здесь метод – это DESY, к сожалению, с таком аспектурой работы, буквально в одном слое, нам не нужна матрица. Можем получать теперь для нашего препарата, вне вакуума, в обычных условиях, на воздухе, тоже для каждой точки набора налитов, способом припыления просто некого растворителя, который задается под напряжением, и некоторое количество этого растворителя, хватить в части вашего препарата, в дальнейшем используется для получения информации о этих анализах. Остальное я не осматриваю, лазером ELD, MALDEZI, EDI, DART, MALDE атмосферного давления, все имеют свои достоинства и недостатки. В основном сейчас используются именно MALDE, и MALDEZI, то, что это подходящий метод, второй, я подробно осматриваю. Так, какие будут вопросы по этой части лекции? Во-первых, это из каких частей состоит любой масс-спектр? Понятно, нам нужно ионизировать, нам нужно ионизировать. Такое MALDE-ионизация, да, это ионизация, где вам нужна вот эта матрица, которая помогает десорбировать ваш аналит и ионизировать его. Таким образом происходит оценка соотношения массы заряда во время пролетного масс-спектра. Хорошо объяснит. Какие недостатки есть у традиционных методов статологических? Ну, соответственно, какие достоинства у MALDE, которые фиксируют эти недостатки? Какие классы аналитов, в принципе, можно исследовать на нашем приборе, методом MALDE-визуализации? И вот шестой вопрос, достаточно с павыркой. Можно ли использовать MALDE-визуализацию для сравнения набора всех, заметьте, ионизирующихся аналитов для двух образцов? Или нужно заранее знать массу заряда для каждого из аналитов? Понятно, что мы можем посмотреть этот как скрин. Можем просто посмотреть различия по этим пикам. Все различается. А потом нужно пытаться искать, а конкретно, что это был за аналит такой, с такой-то массой? Или может быть несколько аналитов с такой-то? Никакие недостатки есть у MALDE-визуализации. Мы это буквально слайд назад с вами подарили. Таким образом, наша лекция по MALDE-визуализации. А спасибо за внимание. Готов к ответу вашего вопроса. Продолжение следует...